Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев. Алексей Алексеевич, как правильно поступать, когда тебя укоряют за твои доктринальные взгляды? Нужно смиренно молчать или все же защищать доктрины? — Достаточно сложный вопрос, потому что в разных ситуациях возможны разные действия. Но есть общие принципы, которые мы находим в Священном Писании. Наверное, самое яркое место, которое об этом говорит, находится во Втором Послании к Тимофею, во второй главе. Апостол Павел, обращаясь к сравнительно молодому Тимофею, ему было где-то, наверное, еще до 40 примерно в это время, он уже нес служение первого пастора или ответственного пастора в Ефесе, в Большой Церкви. И обращаясь к нему, апостол предупреждает его о нескольких серьезных потенциальных проблемах. В 23 стихе, во второй главе, он говорит следующее. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. И есть еще одно место, которое мы видим в послании к Титу, во второй главе. Здесь апостол касается тоже этой темы, но немножечко с другой стороны. С 7 стиха он говорит так. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Итак, давайте посмотрим сначала на первый текст. Апостол предупреждает о том, чего не нужно делать. Он говорит, глупые и невежественные состязания не приносят ничего, кроме вреда, и поэтому от них нужно уклоняться, потому что они приведут к ссоре. Это первое правило. Если разговор с кем бы то ни было приводит к ссоре, если это глупое и невежественное состязание, что это значит? Это значит, люди, которые спорят об этом, их этот вопрос не интересует. Они не хотят понять истину. Они используют вопрос доктрины для достижения каких-то других целей, сведения счетов, может быть, по причине зависти, может быть, по причине какого-то противостояния, конфронтации. Вот в этом случае спорить о доктринах абсолютно бесполезно, потому что они не являются главной причиной проблемы. Поэтому апостол говорит, уклоняйся от них. Дальше говорит, рабу же Господу не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Вот здесь мы приходим ко второму элементу, который отражен очень хорошо в послании к Титу. Самая большая, мощная защита правильной доктрины – это правильная жизнь. То есть, если ваша доктрина правильная, то рано или поздно ваша жизнь будет проявлять лучший плод, чем жизнь тех людей, у которых доктрина неправильна. И это очень ясно мы видим в Священном Писании. Иисус Христос говорит, по плодам их узнаете. Мы видим, как апостолы говорят о том, что человек, который познает Иисуса Христа, то у него будет правильное отношение ко греху, у него будет правильное отношение друг к другу, то есть к людям, у него будет правильное отношение к слову, у него будет правильное отношение к жизни и так далее. То есть доктрина имеет прямое отношение к жизни. Итак, если вы хотите эффективно помогать людям в том, чтобы они могли разобраться со своими доктринами и прийти к правильному пониманию того, о чем учит Писание, то ваша жизнь, которая построена на сердечном послушании правильной доктрине, играет здесь решающую роль. Вот почему он говорит. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Давайте еще раз вернемся к посланию к Титу. Он говорит об этом же, но только ярче и подробнее. Он говорит следующее, посмотрите, во всем показывая в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное. Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Очень часто, очень часто проблемы в подобных спорах связаны больше не с сутью того, о чем ведется разговор, а с тем, как он ведется. Связано с отсутствием приветливости, степенности, здравости, сбалансированности. Связано с какими-то проявлениями темперамента, характера своего собственного. Поэтому вот это Писание представляет сферу, в которой нужно быть особенно осторожным. И третье, о чем он говорит в 25 стихе, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. То есть наставлять нужно, но это нужно делать скротостью. То есть нужно делать так, чтобы наша жизнь, прежде всего, была иллюстрацией, демонстрацией истинности доктрины. Чтобы люди могли видеть, что здесь действительно есть истина, которая влияет на вашу жизнь. Большинство людей, они не разбираются во всех тонкостях, они не понимают, но в жизни разбираются. Они могут увидеть и посмотреть, вот здесь есть добрый плод, а здесь нет этого доброго плода. И потом отсюда исходит, конечно же, способность скротостью представить позицию, представить истину, говорить о ней. Понимая, что это зависит от Господа, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. В первом послании Петра, в третьей главе, 15 стихом, мы читаем немножко другую ситуацию, где речь идет, скорее всего, о неверующих людях. Но там тот же самый порядок. Там сказано, Господа Бога, светите в сердцах ваших. И дальше после этого будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать ответ вашему пованию, дать ответ скротостью и благоговением. То есть все начинается с отношения с Богом. То есть если в сердце есть почтительное отношение к Богу, то тогда обязательно будет дух смиренный, тогда обязательно будет уважение к людям, несмотря на то, что они придерживаются каких-то иных доктрин. Помоги вам в этом, Господи. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.slowa.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!